В Курганской области ежегодно проходит областная молодежная премия от Департамента образования и науки для поддержания талантливой молодежи. Молодые зауральцы, добившиеся значительных успехов в своей деятельности или внесших вклад в социально значимую и общественную деятельность Курганской области, получают награды. За высокие достижения в научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской деятельности награду получил Дмитрий Соловьев. Он ученик Шадринского лицея номер один, победитель и призер технических выставок и интеллектуальных конкурсов. Свой путь я начал еще в пятом классе. Тогда у нас в городе Шадринске открылся кружок по робототехнике в ШГПУ и я начал на него ходить. Мне понравилась очень вот эта тема, связанная с компьютерами, с технологиями, с роботами, программированием, вот это все. Я быстро развивался в этой сфере, добивался больших успехов. Сначала я был в новичках, потом в средней категории, сейчас я уже третий год закончил в старшей категории три года. Также с пятого класса у нас начались уроки технологии в школе. Мне тоже очень понравились, так как я с детства вообще любил заниматься каким-то, что-то руками мастерить свое небольшое или там какие-то небольшие схемотехнику собирать, проводочки, моторчики, вот это все. Мне было интересно себя пробовать в чем-то так же новом, в каких-то более сложных изделиях. Зачастую я даже просил нашего учителя технологии, Емельянову Олегу Борисовичу, дать мне какое-то более сложное изделие, чтобы научиться чему-то новому для себя. Потом, чуть позже, уже в девятом классе, как раз учитель технологии заметил у меня потенциал, то, что я рвусь к чему-то новому и пригласил меня поучаствовать в волонтерской деятельности. У нас есть волонтерский отряд «Добрая воля». Мы уже не первый год ездим и помогаем приюту «Надежда», который находится чуть-чуть за городом. Там содержится более 200 собак, которые нуждаются в постоянной помощи. Также приют нуждается в ремонте вольеров, проведении субботников, а также различной помощи, такой как заготовка дров и, допустим, уборка снега. В начале девятого класса также учитель технологии мне предложил поучаствовать в таком для меня тогда еще очень масштабном конкурсе инженериада УГМК. Это все проводилось совместно с ШАЗом. Мы сначала проанализировали, какие есть недостатки и что можно автоматизировать на заводе. И из этого уже мы поставили задачу, цель и начали разработку проекта. Мой первый проект называется «Создание системы автоматизированного контроля эксплуатации оборудования». Мы его очень детально проработали и хорошо защитились на финальной защите уже в техническом университете УГМК, который находится в Верхней Пышме, и я стал победителем. На следующий год мы также решили поучаствовать. У нас уже мы представляли, что это примерно такое, и заранее подготовили интересную идею, которую также в течение года прорабатывали. Это у нас было усовершенствование конструкции ПДН с целью повышения производительности. То есть мы меняли конструкцию ковша для того, чтобы ПДН могла за один заход больше загребать и был меньше износ гидроцилиндров. Два года я отучился в Яндекс.Лицее. Это школа программирования на языке Python от самой компании Яндекс. По всей России она организует площадки и на Шадринске тоже открылась. Она двухлетнее обучение идет там. Я его успешно закончил. Направление и будущую профессию я уже довольно точно могу сказать. Я собираюсь пойти на программиста. Стоит найти дело, которым ты хочешь именно заниматься. Потому что если будешь заниматься, грубо говоря, так из-под палки, то каких-то успехов достичь, больших каких-то успехов достичь вряд ли получится. У тебя у самого должно быть желание этим всем заниматься, самореализация. То есть тебе как все равно педагог, да, он, конечно, вкладывает огромную часть в тебя и знания. Но ты также должен понимать, что тебе надо будет самосовершенствоваться постоянно. Допустим, когда мы делаем какой-то либо проект, я огромное количество информации ищу в интернете. И в будущем понимаю, что она мне очень пригодится. Найти свое любимое дело и просто им заниматься. В первую очередь наслаждаться, чтобы тебе самому это нравилось. Главное не сдаваться. То есть не всегда получается. Далеко не с первого раза у всех получается. У меня тоже далеко не с первого раза получилось. Но не сдаваться, постоянно пробовать, и у тебя обязательно получится. Ты достигнешь той цели, к которой ты идешь. Отметим. На конкурс было подано 70 заявок. Лауреатами стали 14 человек. Все лауреаты получают дипломы и денежную премию в размере 15 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok